У Корнер Профи есть вот такая вот терка, в чем ее суть, в том, что два отдельных куска стоят, получается, самый угол немножко не дошлиплится, но все надо пробовать. Углы в квартире в основном не соответствуют 90 градусов, не надо смотреть, как будет работать. Смотри, есть такая штука, эта штука позволяет, то есть ты можешь выставить, как тебе надо, и внутренний угол вытесать, чтобы ленту туда было куда-то. А, это вот для ленты, да, под ленту. Также есть вот такой простой же, по-моему, да, это простой, а это вот для ленты именно. Штучки всякие смотрят. Прям под нее выгребает. Какой-то строительный магазин, я просто, я сейчас по ИНН не смогу вам сказать, у меня он чистится как малярный санс. Вот для внутреннего угла, тоже опять же загиб, чтобы, ну, будет круглый угол. Сразу вот форму, круглый. Потом только этим дошлифовывают. Вот, для формирования ленты. Ленты согнул, запихаешь. Надо подумать. Эта штука, знаешь, момент, ну, отличия. Это бы, вот, вот, вот эта. Да, у нас вот есть два вида сгибателя. То есть, это сгибатель, как бы, когда ты в руках, да, работаешь? Вот, таким образом. А вот этот отверт по типу, он изначально создан, чтобы работать в комплекте с опервидом. Потому что, то есть у нас опервидро сделано так, что вы можете и внутренний угол работать, и внешний. То есть, то, у нас же обычно на объекте все подряд и, соответственно, ну, тут побей, бобинодержатель, соответственно, тебе сгибатель, конечно, он открытого вида, он открытого вида, типа, то есть, если ты идешь вот так вот, надо тебе, наоборот, ты достал, развернул. И тут же его обратной стороной идешь сгибатель. Ну, кстати, некоторые ребята берут просто его вот таким образом, ну, просто как вручную руку. Да, да. Мне другой интерес. Вот, если сюда навалил шпаки, первую туда свинут, понятно, да. Допустим, если надо переставить на внутреннюю, обычно просто там отрезал, вытащил, переставил. Просто следующую ставишь, ну, шпаклю, смотри. Здесь чем-нибудь. Да, это ничего сложного, да, просто тем же шпателем обычно. Ты подоткнул ее, сопроводил. То есть, это, на самом деле, не так сложно. И там дальше уже, она же видишь, вот эта штучка у нас. Ты видишь еще, как сделано? Мы поэтому это и сделали. Ну, я вот, мы уже снимали. Да. Да. Хочешь быстро сделать? Видишь, она же, видишь, как сделано? То есть, главное ее до сюда довести, а дальше она сама собой вниз опустится. И благодаря этому еще, когда ты ведешь мазон, то есть, когда идет просто перпендикулярно шипером вниз, если где-то пропуске, дорожки, да. А тут, если она подскусана, как бы туда набивает, набивает, набивает. Там балик скручивается. Да, да. Да, поэтому мы еще не будем набивать. Не знаем даже, что произойдет. Сейчас, минуточку. Мир вам рабочий метод. Мы много говорили об углах. Вот ребят нам сейчас расскажут о новом шпателе интересном. Смотрим. Друзья, ну, это не совсем новый шпатель. Мы уже, не знаю, буду поднимать. Для ребят новый, да. Новая кельма. Ну, то есть, наша кельма здесь, он довольно жесткий. То есть, он позволяет при желании, то есть, вы можете сойти, вот. Играя вот этим углом, соответственно, вы можете побольше мазонамести, поменьше. То есть, то, где 90-то нету? Да, да. Можете, вообще, на сдир сработать. Причем, за счет того, что он довольно жесткий, то есть, он не оплывает бубры. То есть, вплоть до того, что гипсовые шпателки, вот, даже почти под застывающий ребятам, мы уже такого рода бубки. И даже лучше будет отрабатываться немножко. У нас еще вот этот угол, он, то есть, позволяет подойти, допустим, там, где сочленение не в трех сторон, здесь высоковато, я не достану. Ну, в общем, под правильным углом атаки, то есть, вот, город у вас подходит или потолок. То есть, вы можете прямо вот так подойти, раз, сделать. Это угол, асадес, назвать. Три, все сразу, все, все три кали отработают. Вот, но главная польза этой штуки, это не, даже не угол. Она ускоряет работу, если вы шпаклюете помещение сразу в круг. Я, насколько на форумах бываю, кто-то знает этот метод, кто-то нет, но 95% малюровка отработают. То есть, вот мы шпаклюем стену, отработали эту стену, переходим на противоположную. Шпаклюем ее. Да, ну, противоположную, да. Это не трогаем, потому что, там, мы сапога не муклы, ля-ля-та-поля, вот это вся история. То есть, если мы работаем на каком-нибудь замке, где миллион комнат, это может быть не так критично, да, там, мы можем отшпаклевать и ждать, пока это высохнет. Но даже в этом случае, когда мы новую стену начинаем, нам нужно аккуратно к краю подойти. Все равно мы в край, когда подходим, все, что делается аккуратно, оно чуть-чуть медленнее. Все равно где-то можно наплыв сделать и так далее. А если ты работаешь, там, однушка-двушка, то есть, вот, ты сделал две стены и все. На сегодняшний день приплыли. Да, ребят. Да, да. А этот шпатель, что позволяет сделать? То есть, вы отшпаклевали одну стену, доходите до угла, полметра досталось. Последний проход, вы наносите мозг на эту стену и сразу за поворот. Отрабатывайте. Я сейчас как раз на картинке покажу. То есть, у нас нанесено мозгом сразу на две грани. Угловым шпателем два движения. Сверху, вниз, внизу, вверх. Выровняли угол. Сравняли левую стену, в которую мы шли. Пошли ровнять вторую и правую стену. Дальше мы пошли в круг эту стену. Следующую. То есть, мы без остановки проходим все помещение по кругу. Благодаря этому шпателя. Да, да. Вот здесь мы как раз на фотографиях чуть запечатлели этот процесс. Вот, смотрите. То есть, мы шли последнюю стену, зашли сразу за угол. Не суть важна, какой метод нанесения. Там валиком, руками, аппаратом. Кельмой свели. Сравняли левую стену. Сравняли правую стену. И пошли дальше по кругу. Что в итоге выигрываем? Мы не ждем, чтобы какие-то стены у нас сохли. Мы не пряжем по объекту. Нам не нужно здесь аккуратно стыковаться. То есть, у нас в одно движение сразу ровный угол. Плюс, скругление здесь оставляется, ну, в радиус там полтора миллиметра. То есть, после него шлифовать, это буквально, ну, ты просто катался шлифовальным уголком, и все, конец. То есть, когда мы шпателем подходим, все равно у нас топлив гораздо больше получается, как ни кутик. Вот поэтому вот эта кельма, такой вот, дает возможность ускориться за счет того, что мы сразу делаем все подряд, по кругу. Если кто-то не заметил название, то вот он. Спасибо большое. Да, не за что. Просто если... Нистое, но лицо будет. Хорошо. Да, доп. вопрос, ребята, задали. Получается, при работе механизированным шпателем, когда ты пытаешься угол сформировать ровно, ты можешь этот зацепить неаккуратным движением. То есть, тебе же надо... Получается, что вот в этом месте, у нас, где мы сходим в шпателем, здесь плавный переход. То есть, он не ковыряет здесь борозду, а здесь плавный, небольшой напыль остается. И когда у нас остается мозло, чтобы вот здесь сравняться. И в итоге, вот здесь, на самом деле, никакого фото монтажа нет. Здесь, понятно, остается небольшая рисочка. Но она настолько минимальная, что вот здесь даже на фотографии ее не видно. То есть, здесь для шлифовки, ну, минимум, минимум остается. Берите, пробуйте. А мы возьмем, наверное. Если хотите, ребят, могу такую же...